здравствуйте уважаемые трейдеры сегодня 28 сентября вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании фиба групп начинаем с валютной пары евро доллар публикация макроэкономической статистики из еврозоны не оказала ожидаемой поддержки котировкам пары поэтому следующей целью для продавцов выступает отметка 1 1575 ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса указывая на преимущество продавцов но риск дальнейшего ослабления остается высоким торговая активность четверг заметно увеличилась но и сегодня может оставаться выше среднего значения за месяц до момента фиксации котировок пары под уровнем поддержки 116 риск возобновления восходящего движения остается высоким перейдем к паре фунт доллар несмотря на пробой технического уровня поддержки 1 3060 спрос под ним очень высокий поэтому лишь дальнейшее укрепление доллара сша может привести к развитию более мощного ослабления котировок пары но это маловероятно ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса объемов торгов указывая на общее преимущество покупателей на рынке торговая активность увеличилась но все еще остается в пределах среднего показателя за месяц однако и сегодня она может оставаться умеренной лишь возврат котировок пары выше 1 3090 позволит рассчитывать на возобновление восходящего движения перейдем к паре доллар сша канадский доллар даже несмотря на укрепление доллара сша активность покупателей по данной валютной паре снижается поэтому есть риск развития более мощного нисходящего движения краткосрочном периоде укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса указывая на преимущество продавцу торговая активность незначительно увеличилась но все еще удерживается ниже средних показателей за месяц и полгода риск развития более мощного нисходящего движения продолжает увеличиваться отменной для медвежьего сценария послужит возврат котировок выше 1 3050 переход к событиям сегодняшнего дня скорее всего вы все знаете что исторический сентябрь не самый лучший месяц для фондового рынка сша особенно если вспомнить 2008 год но в текущем году ситуация заметно изменилась два самых крупных фондовых индекса сша доу и s&p 500 могут завершить этот месяц в положительной области при этом ряд голубых фишек и вовсе показали доходность куда выше средних показателей за год указывая на явное восстановление экономики сша на этом у меня все благодарю за внимание и оставайтесь фокусе с компанией фива групп и ФИБА ГРУПП ФИБА ГРУПП Ваша финансовая группа поддержки.